Доброго времени суток, подписчики и гости канала! А если вы впервые на этом канале, я посоветую вам немедленно оформить подписку, чтобы в дальнейшем не пропускать новинок. Энди Хук – это целая эпоха в мире единоборств. Поединки на татами и на ринге были смыслом его жизни. И он не играл роль, поскольку бой был его призванием. Именно поэтому он остается в глазах поклонников карате и кикбоксинга воплощением доблести. Энди Хук примечателен тем, что в боях не проявлял звериной жестокости и обходился без добиваний беспомощных соперников. Хук появился на свет 7 сентября 1964 года в маленькой деревне в Швейцарии. Поскольку его мать была не в состоянии воспитывать сына, Энди был отправлен в детский приют, где и провел первые годы своей жизни. В возрасте трех лет из приюта Энди забрала бабушка. Мальчик рос слабым, без отеческой опеки, и его никто не мог защитить. Поэтому его постоянно обижали и запугивали сверстники. И тогда Энди решил защитить себя сам. Один из его друзей привел его в секцию карате. Всего за несколько лет тренировок из 10-летнего мальчугана вырос настоящий боец, равного которому не было во всей Швейцарии. Энди очень быстро прогрессировал и через некоторое время стал настолько хорошим бойцом, что швейцарская федерация карате, нарушив правила проведения соревнований, позволила маленькой сенсации конкурировать со взрослыми бойцами в национальном чемпионате карате. И Энди Хук легко выиграл этот турнир. Ему было всего 19 лет, когда он впервые выступил в Японии, на третьем открытом чемпионате мира по Кёкушин в 1983 году. Он был новичком, но несмотря на это, ему удалось удивить мир Кёкусинкай карате своими уникальными навыками, тактикой и техникой ведения боя. Четырьмя годами позже, на четвертом открытом чемпионате мира по Кёкусинкай в 1987 году, Энди на пути к финалу легко устранял соперников, нанося поражение великим бойцам. Этот чемпионат заканчивался финалом, в котором сошлись одни из лучших бойцов, которых когда-либо знала история Кёкушинкай, Мацуи и Энди. Это был первый случай на чемпионатах мира, когда не японский боец вышел в финал. К сожалению, Энди проиграл в финале, но для большинства людей, наблюдавших этот бой, именно Хук был истинным победителем финала. Годом позже, 17 сентября 1988 года, был проведен специальный турнир по каратэ Кёкусинкай в Швейцарии. Это был первый международный турнир, который был организован Швейцарской ассоциацией каратэ Кёкусинкай. Бойцы из Японии, Великобритании, Нидерландов, Венгрии, Германии и Испании боролись на турнире. В финале турнира, Энди Хук встретился с Кенджи Мидори из Японии. Это был захватывающий и равный бой. Первые две минуты не выявили победителя. Было назначено дополнительное время. После двух раундов дополнительного времени, Энди Хук был объявлен как победитель турнира. В 1989 году, Энди стал чемпионом Европы по Кёкусинкай в тяжелом весе, во второй раз. На пике своей формы, рост Энди составлял 1 метр 80 сантиметров, а вес достигал 100 килограмм. Энди был настолько популярен, что путешествовал по всем европейским странам, как специальный преподаватель Кёкусинкай. Спустя некоторое время, Энди Хук оставил Кёкусинкай каратэ в покое и стал бороться в Сейдакайкан каратэ и Кейуан, где боролся против лучших бойцов. С помощью раскрутки, турниры по правилам Кейуан стали настолько популярными, что принимать участие в них стали представители разных стилей каратэ, а также известные бойцы кикбоксинга и тайского бокса. Изначально Кейуан должно было символизировать Чьё Кей, каратэ, кикбоксинг, кунг-фу или кемпа, сильнее. И соревнования проводились без ограничения веса спортсменов. Разница была лишь в том, что спортсмены использовали перчатки, соответствующие своему весу, то есть тот, кто легче, надевает перчатки легче, чем у более тяжелого соперника. В тот самый год, в котором Энди Хук оставил организацию Кёкусинкай, он стал чемпионом мира в Сейдакаратэ. Годом позже, в 1993-м, Энди снова бился в финале на Кубке мира по Сейдакаратэ против известного бойца Набукая Кокуды. Это был финал, где Хук доминировал на татами от начала и до конца. Он боролся не только против национального героя Японии и чемпиона, а также против судей. В конце концов, после трех дополнительных раундов, судьи отдали предпочтение сопернику Энди. Хук проиграл на татами, но выиграл в сердцах японских людей и в тот момент получил прозвище «Голубоглазый самурай». В 1993-м году Энди Хук начал свою карьеру в боях Кейуан. Он стал настоящей суперзвездой. Его бойцовский дух и простота в общении заработали ему большое уважение противников и огромную любовь болельщиков. Энди получил огромную популярность в Японии, где он постоянно проживал в последние годы своей жизни. Но не меньше его любили и в Швейцарии, где он был самым популярным бойцом. Всю свою жизнь Энди оставался скромным, вежливым и великодушным. Он всегда находил время для своих преданных фанатов. Никогда не отказывался от автографа и от встреч со своими поклонниками. В 2000-м году Энди прилетел домой в Швейцарию. Он был разведен со своей женой, но очень хотел увидеть своего сына. После прибытия Энди ощутил недомогание и обратился к врачам за помощью. Но врачи не смогли определить причину болей. И это несмотря на то, что в течение последних дней Энди более 40 раз испытывал приступы лихорадки. Боец решил вернуться в Японию, несмотря на постоянные приступы. Ведь 14 августа он должен был участвовать в гран-при турнире по Кай-1. Его менеджер также старался убедить Энди отложить путешествие. Но все эти попытки кончились неудачей. А три дня спустя он потерял сознание. В больнице, куда его поместили, он прошел полное обследование. И врачи наконец обнаружили причину его проблем. Личный врач Хуга заметил на левой стороне шеи большую опухоль. Страшный диагноз поверг в шок и самого Хуга, и всех его близких. Оказалось, что Энди Хук болен лейкемией. Врачи тут же приступили к химиотерапии, надеясь помочь Хугу справиться с проблемой. Несколько дней они боролись за его жизнь. Энди Хук понимал, что он серьезно болен. Поэтому он позвонил бывшей жене и сообщил ей всю правду о своем состоянии. Энди сказал, Япония это мой дом, и здесь я останусь и буду бороться с болезнью. Врачи предупредили Энди о том, что так как он страдал от болезни сердца и проблем с обменом веществ, химиотерапия может иметь вредные последствия и способна уничтожить его организм навсегда. 22 августа Энди был в прекрасном настроении. Он смотрел телевизор, говорил и ел без посторонней помощи. Он позвонил жене и долго с ней разговаривал, а затем написал письмо своим болельщикам. Дорогие фанаты, я думаю, что вы будете потрясены, когда узнаете о диагнозе, который мне поставили врачи. Когда доктора сказали мне об этом, я был в шоке. Но сейчас я хочу сообщить, что чувствую себя хорошо, так хорошо, как будто бы вы помогаете мне преодолеть мой недуг. Это болезнь, самый серьезный противник за все время моей карьеры, но я намерен выйти победителем. Я получаю силу от ваших приветствий и буду сражаться с этим противником. К сожалению, я не смогу бороться на турнире в октябре, поскольку буду сражаться с этой болезнью в Японии. Но однажды я появлюсь снова. Я снова выйду на ринг. Давайте верить в это. Ваш Энди Хук. Это письмо стало последним сообщением его фанатам. Утром 23 августа у Энди начались проблемы с дыханием. Через некоторое время он не мог дышать самостоятельно. Его состояние стремительно ухудшалось, и врачи присоединили его к аппарату искусственного дыхания. Его состояние стало настолько критическим, что все поняли, это конец. В четверг 24 августа в 18.21 Энди Хуга не стало. Ему было всего 35 лет. Врачи сообщили, что его сердце останавливалось три раза. Но так или иначе, докторам удавалось снова запустить его. Но в четвертый раз, когда сердце Энди в очередной раз остановилось, докторам не удалось вернуть Энди жизнь. В этот день новости о смерти Энди передавались по всем каналам во всем мире. Прощание и похороны Энди Хуга состоялись в храме Гёши Фуку в Токио 27 августа. Более чем 12 тысяч людей пришли проводить Энди в последний путь, выразить ему свое уважение и сочувствие близким. На церемонии погребения по громкоговорителям звучала музыка, под которую Энди Хук выходил на ринг. Вывел Рокью группы Куин. Энди Хук готовился к финалам К-1 в декабре 2000 года и планировал после этого завершить карьеру бойца. Он мечтал снять фильм о мире боевых искусств, но его мечте не суждено было сбыться. Играет музыка. Играет музыка.